Так, все навыраженные пупсики на месте. Ах, их обмороченные папаши тоже. Держи, держи, давай. Помогите, спасите. Девушка, вы бы сначала инструкцию к насосу прочитали. Он для мечей, а не для мужей. Я беременна. Он беременна. И кто у вас, пельмени или беляши? Я вот-вот рожу, а вы все шутите. Да. Вот видишь, уже парни рожают, а ты все никак не соберешься. Мама. А ты еще кто такой? Семен. Это многое объясняет. Да? Нет. Вы примете у нас роды или как? А вам точно нужен акушер, а не психиатр, например? Если вы не положите меня в палату, то я вам здесь все испачкаю. Будьте людьми, туалет за углом. Хорошо, хорошо. Давайте я вас провожу в вашу палату. Вот так бы и сразу. Мне даже неинтересно, как вы дальше будете выкручиваться. Говорю, тужиться прекращайте, а то ребенок выпадет. А то начнем божиться потом, по всей приемной, пелья собирать. Шо? У нас теперь не роддом, а курятник? Вы там рожать собирались? Или уже передумали? Я стесняюсь. Может, вы отвернетесь? Может, мне еще из палаты выйти? Было бы неплохо. Я вообще-то рожаю. Да я не против. Делайте все, что хотите. Какое отношение? Это вообще-то я первый мужчина, который забеременел. А, ну сразу бы и сказали. Раздевайтесь, будем делать клизму. А больно будет? Ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. Будет очень больно. Ой, ой, ой. Ой. Сейчас я вам еще пропишу. Три клизмы и пять уколов в попу. Обою. За что? За обман медицинского работника. А еще я из-за вас, клоунов, обед пропустила. Мы просто хотели получить миллион. А легче ему родить, чем этот миллион в лотерею выиграть. Пошли вон. Не мог получше притворяться? Я старалась. А подружка? Спасибо. За что? Вот Семен не такой. Он бы никогда не стал тебя обманывать. Правда? Ага. Вы обещали пирожков. Все будет. Ты паспорт с собой взял? Серьезно? Мы после смены в ЗАГС пойдем? Ага. А еще мама говорила, что ты готовишь хорошо. Пирожки состряпаешь на свадьбу? Видишь? Даже жениться готов. Совет вам да любовь. Теперь намного лучше. А пирожки-то будут? Домой, домой, домой. Домой, домой. А как я, Петрович? Ну вы серьезно? А в мультиках это работает? У нас колбаскина рожает. Она рожает уже месяц. В этот раз говорит уже точно. Ладно, идемте. Простите. Просто оказалось, я пипи хочу. Колбаскина! Это последний раз. Теперь не буду беспокоить, если не уверена на все 100%. А лучше на все 200. Я вас не потревожу. Очень на это надеюсь. Будете? Нет. Алло. Доктор, рожаю! Доктор, рожаю! Доктор, рожаю! Теперь точно приточно! Увольняюсь! Пицца вкусная, свежая, сочная. Кто пиццу-то заказывал? Пиццу заказывал. Небольшой перекус никогда не повредит. Это же большая пицца с двойной порцией начинок. Ну, она же одна. Остальные десять в машине. Класс! Здрасте. Хороший аппетит. Признак хорошего здоровья. А еще Семен сильный. И красивый. Чего еще желать? Чтобы в больницу перестали пускать посторонних. Я еще не все сказала. Всегда мечтал в детстве стать врачом. Сегодня дежурный врач доктор Дундук. Звучит отлично. Ой, вы наш новенький. Как раз время обхода. О, нет, нет. Вышло небольшое недоразумение. Руки есть. Ноги на месте. Голова присутствует. Хвоста нет. Все нормально. Он меня отписал. Это тоже нормально. А этот пытается укусить. Не переживайте. Укусят он через пару месяцев. Зубов у него пока что нет. Можно я пойду? Конечно. Роды как раз начались. Спасибо. Что? Что? Я наконец-то рожаю. Там чья-то голова. Доктор. Ну вы куда? А как же роженица? Я все. Я надеюсь, одного раза хватит. Я, наверное, вас огорчу. Но УЗИ показывал. Близнецов. А может я и ошиблась? Нет, не ошиблась. Я с ним. Это как? Доктор, я ошиблась. Это просто газы. Дорогая, только не волнуйся. Здесь работают только одни профессионалы. Тебе нечего бояться. Ты в надежных руках. А я не боюсь. И я тоже. Папаша, может вам лучше выйти? Я должен быть здесь. Я должен поддерживать свою жену. Пока поддерживают только вас. И нам это немного мешает. Кажется, я рожаю. Кажется, она рожает. Кажется, она рожает. Кажется, ты рожаешь. Ладно. Дышим и тужимся. Как скажете, док. Кажется, ваш киндер уже на подходе. Киндер-сурприз. Но если бы не сделали УЗИ на пол ребенка, то да. Берегись. Класс. У нас двойня. Я бы не спешил с выводами. Ой, кажется, еще. А теперь, папаша, точно киндер-сюрприз. Чего? Это наш? Конечно. У вас же с ним одно лицо. На этом сходство заканчивается. Ну он же. Я просто слишком люблю черный шоколад. Чего? И в солярий довольно часто хожу. И как мы его назовем? Иван. Ему очень подойдет. Здорово. ЧКОК. Оксанта. О, натуре мой. Давайте вы уже поближе познакомитесь. Давайте сделаем вид, что я невидимая. Чем тебе Семенушка не мил? В том, что он тебе слишком нравится. Значит, с ним что-то не так. А вы меня спросить не хотите? Нет. Ну, доченька, я за тебя переживаю. Часики-то тикают и... Конечно, тикают. Я у них недавно батарейку поменяла. А Семен такой хороший, такой надежный. И дети у вас будут прекрасные. Нет, детей я не люблю. В смысле? Знаешь, мам, а он даже ничего. Слюня выорющий монстр. Семен, тебе что-то на спине. Вернись-ка. Семен, подожди, погуляем. Знаешь, дочка, рано тебе еще о женихах думать. Я просто стесняюсь. А подушка? Спасибо. А, журу? Теперь намного лучше. Ясно. Поддерживать свою жену. Спасибо. Спасибо.